привет друзья просматривая комментарии к моему крайнему фильму о том как можно зимой в лесу без каких-либо средств рожига и воспламенения добыть огонь заметил неподдельный ваш интерес к данной теме хотя сколько раз уже говорил я не выживальщик такими вещами в принципе не занимаюсь это был чистый воды эксперимент но раз вам интересно вот есть такой один метод как можно с помощью зажигалки у которой закончился газ довольно таки с минимальными трудозатратами какими-то физическими и довольно быстро и без проблем добыть огонь ну вероятно всего кто-то из вас скажет да ладно такого не бывает газ закончился в поход обычно если речь идет о походе особенно длительным берешь с собой не одну зажигалку а там целый набор нз ты даже если в принципе одна зажигалка какой-то там поход выходного дня кратковременный ты ее берешь обычно новый покупаешь в магазине а вот и спешу вас разочаровать такие случаи когда ты взял зажигалку в поход и вроде бы казалось она новая целенькая и ты идешь к месту своей стоянки а потом доходишь достаешь ее из рюкзака или из кармана и вдруг так оказывается что она пустая то есть газа в ней просто нет он куда-то улетучился вот это кстати говоря одна из таких самых распространенных проблем всех этих газовых зажигалок вот к примеру вы собираются собрались поход упаковали рюкзак взяли зажигалку положили в какой-то отсек в вашем рюкзаке вместе с какими-то еще предметами обычно всегда так и делается никто отдельно не выделяет какое-то место в рюкзаке конкретно под зажигалку и часто кладут ее вместе с какими-то предметами если довольно плотно вы это все уложили то вот передвигаясь где-то в походе так или иначе происходит какое-то движение этих вещей велика вероятность что вот это вот педалька подачи газа то есть открытие клапана она зажмется и газ у вас потихоньку будет улетучиваться и к моменту того как вы уже к вечеру придете на место стоянки вашего будущего лагеря газа в ней просто не окажется другая тоже часто распространенная история это когда вы допустим уже в лагере зажигалку вас где-то в кармане в боковом штанах или там в куртке неважно вы проводите какие-то работы по дереву обустраиваете лагерь пилите рубите там колите ломаете я не знаю и бывает так что зажигалка ввиду каких-то внешних воздействий просто может треснуть то есть но они такие это пластмасса она кстати не такая уж надежная как кажется даже небольшая какая-то микротрещина в ней также обеспечивает довольно быстрый выход и улетучивание газа и вот в итоге у вас в руках оказывается пустышка представьте что даже человек выбрался там на сутки с ночевкой с палаткой горелку он никакой не взял ну готовить на костре допустим до воду там же кипятить и вот он шел весь день по маршруту доходит до места стоянки до конечной точки все уже начинает темнеть смеркается достает зажигалка она пустая то есть огонь не разжечь вещи не просушить там воду не вскипятить и так далее горелки нету все зажигалка одна ну человек ну опыта маловато и таких случаев кстати предостаточно все первым делом это паника особенно если это допустим зима да или просто сырая погода ты весь мокрый болеть в лесу нельзя все человек просто сидит и у него ну в ступоре а что делать но как-то не странно друзья ничего страшного зажигалки без газа нет ведь у нас в руках самое что ни на есть огниво и сейчас я покажу вам как с помощью него без проблем добыть огонь поехали ну и опять же друзья для начала нам с вами нужно собрать труд как и в фильме про зимнюю добычу огня как я вам показывал от руки рассказывал подробно кто не видел фильм этот ссылочка в описании в качестве труда я буду использовать вот такую вот солому сухую траву она практически сухая вот не практически а вообще у нас дождей давно не было там снизу она влажноватая но в принципе она вся сухая ну вот труд мы с вами собрали в моем случае это получилось вот такая вот сухая солома трава в вашем случае если вдруг она будет влажной то все-таки и предварительно нужно будет посушить для этого распределяете ее на части и рассовывайте по карманам желательно в штанах где ближе к телу и вот так вот ходите с ней где-то полчаса ну в зависимости от того насколько она влажная от получаса до двух часов все-таки для этого метода она должна быть сухой опять же если у вас не оказалось травы сухой соломы вот такой используйте в бересту с берез собирайте бересту опять же показывал вот в этом фильме про огонь зимой еще раз ссылочка в описании теперь берем наш с вами зажигалку без газа вот я специально здесь выломал показываю у нас же не верующих много газа в ней нет абсолютная пустышка и теперь аккуратно вот так вот снимаем вот этот защитный колпачок отгибаем его и снимаем нужно это сделать предельно аккуратно чтобы не вылетела из вот этих вот креплений здесь не вылетела вот это колесико которая и является кресалом ее его внутренняя часть является кресалом вообще давайте вам немножко детальнее на заметку расскажу об устройстве этих зажигалок потому что на просторах интернета распространено такое частое заблуждение что вот этот самый стерженек находящийся под колесиком является кремнием это ошибка ребят на самом деле это некие сплавы металла с церием и именно содержание церей и дает нам этот самый сноб искр такие стержни называют фероцериевыми и 90 процентов простых обывателей просто об этом не знаю называет это кремнием это не так кстати тут вот вспомнил у нас в части солдаты в основном под дембель личный состав использовали такие подковки не уставные закрепляли их на обуви и вот эти подковки содержали в своем составе ну часто титан его проще достать но иногда раздобывали церей и вот солдат идет от кпп проходя плац переходит на строевую и из-под сапог у него вылетает такие различные различного цвета яркие снопы искр особенно если где-то такой полумрак сумрак этого зрелище захватывающие потом конечно от старшин им достается по первое число но тем не менее кто ребят служил тот знает возвращаясь к наш с вами зажигалки вот это вот часть колесика внутренняя которая и взаимодействует с фероцериевым стержнем выполнена как правило из высокоуглеродистой стали фактически из такой же из которой изготавливают напильники то есть ну по сути говоря это тоже самое кресало кто-то скажет зачем утрирую так подробно все объясняю ребят я рассказываю для того чтобы вы понимали физику процесса чтобы не бездумно чиркали зажигалкой в надежде подпалить труд тратя свое время и нервы а делали все осознанно с пониманием тогда у нас все с вами получится быстро и правильно теперь друзья понимая физику процесса и принцип работы таких зажигалок нам с вами нужно добыть сфероцериевого стержня вот эту самую целевую стружку тут ну то есть стружку пыль по сути для этого очень аккуратно не спеша начинаем вращать колесико желательно это сделать так чтобы не подпалить случайно чтобы искра не пошла и вот так вот начинаем тереть и потихонечку добываем эту самую целевую пыль в результате у нас с вами должна получиться вот это вот самая целевая пыльца так называемая ну и все теперь дело за малым берем наш с вами труд и вот так вот его немножечко перетираем чтобы ну такая труха была из него эту же самую зажигалку берем подносим поближе к нашей стружки вот этой пыли и прямо этой же самой зажигалка и поджигаем вот вам вот вам и весь фокус что называется ну и сразу же можно в принципе огонь и перенести или прямо разжечь на месте я сейчас сильно слишком разжигать не буду все-таки довольно сухо сейчас я это все дело затушу все дальше по тому же принципу как я вам показывал разводите огонь и нет проблем ну вот ребят если вдруг по какой-то причине вашей зажигалки закончился газ куда-то испарился теперь будете знать такой незатейливый метод пять минут и огонь ваш кстати да насчет паники вот рыбачу сижу такая история сидел рыбачил на лодке и мужик тоже там недалеко тоже на лодке курящий зажигалкой чиркой чиркает огня нет весь извелся лазил вместо рыбалки человек занимался поисками спичек или зажигалки где-то у тебя там в скарбе так и не нашел видимо плюнул бросил даже я видел бросил прям в лодку и вот такая беда тоже у людей бывает да помню друзья свое обещание рассказать вам о средствах для розжига в походе нз и так далее все это сделаю обязательно но после охотничьего сезона 11 апреля у нас московской области открывается на 10 дней я надеюсь что открывается охотничий сезон потому что из-за коронавируса этого уже в некоторых регионах слышал запрет но мы с ребятами благо путевки уже успели приобрести вообще я запланировали такую экспедицию небольшую в глухие места с подсадной уточкой на селезне посидеть тягу вальшна по хотя бы послушать отдаст бог и добыть тетеревов на таку посмотреть ну красота да вот только видите какая история у нас получается беда с этим вирусом и я сейчас нахожусь не так далеко вот кстати зимой я когда снимал про эту добычу огня внимательные подписчики ребята молодцы прямо заметили что я нахожусь примерно в тех местах где вот тогда еще два года я подряд ходил где добываю сок березовый и нашел там загадку подмосковного леса что называется это домик этот поэтому сейчас я вот пройдусь туда тут где-то километр до этого места вот с километра идти по лесу сейчас я туда дойду и уже в следующем фильме покажу вам что с ним как он сейчас виде что там с ним происходит будет интересно я надеюсь все ребята у нас уже весна потихоньку почки вот начинают набухать березовый сок пробовал но пока дебет вот именно капельки еще мало то есть вот только-только у нас три дня вот теплые деньки уже до плюс 10 12 правда на следующей неделе опять обещают заморозки по ночам похолодание чуть ли не снег но это бывает и в апреле еще будут я не сомневаюсь но так уже можно наверное я думаю со следующей недели в лесу уж в лесу точно людей нету я думаю что выбраться в лес вот даже просто одному никакой вам коронавирус не страшен контакта нет это лес ребят я вот сейчас тут один вообще нахожусь красота просто птички поют я на природе радуюсь какой вирус нету тут ничего поэтому я думаю выбраться в лес пособирать березовый сок кто не видел фильм этот как я это делаю свои методы оставляю ссылочку в описании обязательно посмотрите со следующей неделе думаю вот-вот потому что почки на березах уже такие мягоньки все должно уже начаться он и сейчас уже есть но пока еще вот не такой вот дебет что называется капает слабовато ну все буду я закругляться потихоньку сейчас пойду уже по азимуту туда на этот домик посмотреть спасибо что смотрели надеюсь было интересно большущего вам удачи ну и пока увидимся удачи